всем привет вы на канале for the mac и пришло время заценить обзор очага ревью на один из самых если не самый худший мультфильм десятилетия эмод же фильм гнойный прыщ от сони я до сих пор не понимаю как можно найти что-то положительное в этом фильме в котором по сути говоря я усваивал два раза ребят я пытался найти не что-то хорошее но за два полных просмотра я не улыбнулся ни разу не черт подели раз кроме ладно той шутки из youtube где оказалось что японском дубляже кусок говна озвучивает дело как символично все шикарно просто это единство что меня углу честно у этого фильма нет шанса у него нет никакого шанса он просто стали разочаровываться в человечестве два значит я перебарщиваю конечно но фильм реально пор давайте уж посмотрим что нам скажет об этом чак может он бы как-то развеселит а рассказать разбавит обстановочку в этом вес того неприятном фильме давайте уже заценим поехали так лосось если полноценный мультразнос ну а пока мне остается лишь поставить эмоджи фильм на второе серебряное место серебряное место побольше полных надо больше ближе 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 мне так скучаю по его старому анимационному привет блин как же меня затолбали с этим эмоджи фильмом этому куску лопнувшего аппендицита смешариков за три года а вы все просите и просите сделать обзор я надеюсь что мы все дружно сделаем вид что его не существует но нет как говорится если говно появилось оно либо просто зароется поглубже в землю и по нём о нём потихонечку забудут либо оно останется и будет вонять вот такой огромной кучей будет вонять вонять и вонять нет выбора эмоджи фильм действительно смогли поставить антирекорд семь процентов на томатах и первый в истории мультфильм получивший четыре награды золотой малины в категории худшего всего шесть однако эмоджи фильм четыре раза окупил свой бюджет и действительно ли такой ахту ну так давайте разбираться эмоджи фильм блин и так мультфильм запузырился и начинается он воистину эпично мир в котором мы живем он прекрасный загадочный нет нет не этот мир я про мир внутри смартфона а а а а выкусить стивен хокинг у нас тут фильм о смайликах короче блин вот стивен хокинг представляю если бы он сейчас если бы он это видел этот мультфильм вот слышал это все и просто сидел о мой бог и моя вера в человечество пропала нахрен это все это серьезно блин сравнивать говорится то что происходит в нашей вселенной настоящий безумие настоящий а разрывы шаблонов то что происходит вокруг нас образование новых планет звезд открытие человечества ах или ребят twitter этот фильм уже как говорится сначала показывать насколько ему нас совершенно случайно эмоджи фильм похож на ральфа и головоломка то есть существует обычный мир извне есть чарующий таинственный мир внутри определенного прибора в нашем случае смартфона и тут тоже есть свой парниша смотри от кого эсэмэска эдди макаллистер ошибка что ли или шутка или афера не говори ей номер соцстраховки соцстраховки что страховка вся его жизнь вращается вокруг телефона забавно как радужный мультфильм это преподносит хотя на самом деле тут ничего радужного это выглядит как какая-то технологическая утопия в общем у людей теперь нет времени ну в принципе было бы смешно мультик типа да все преувеличено но честно ребят вот я буквально просто гулял по улицам той же брянской или москвы и когда видишь просто кучу людей которые так вот утыкаются в телефон и просто не смотрят на друг друга это немножко напрягает хотя в принципе мы как говорится все являются ячейками вот этой вот самой массы которые утнулись в телефон так что стоит задуматься или нет давайте просто смотреть на всякие тупые мемчики никого не осуждаю тупые мемчики это смысл жизни печатать слова и тут на помощь приходим мы эмоджи а я-то болван думал что эмоджи просто придают эмоциональный окрас сообщением эмоджи они уже заменяют сообщение в принципе я действительно уважаю эту новую азбуку для слепых вкратце о мультфильме эмоджи а вы знали что внутри каждого долбаного смартфона есть свой мир смайликов эмоджи что это вы вообще разошлись мир эмоджи это же просто морды какого черта ладно мир компьютерных игр или интернета как в ральфе имеет место быть про головоломку я вообще молчу но мир эмоджи всегда было интересно что находится внутри ламповых телевизоров эльбор вау окей поначалу город это выглядит весьма сочно ярко и даже креативно но если начать слушаться в шутке с рождеством вас сейчас сентябрь тим ведь мы работаем не покладая рук а в какой же фирме мартышкин труд а время точно глаза смотри когда разговаривает кто там пишет эти шутки а сценарист фильмов с адамом сэндлером стоп серьезно это реально писал сценаристом адама сэндлеру тогда ладно вопросы снимаю итак главный герой у нас смайлик мэх его задача просто всегда ходить с хвостной рожей быть россиянином короче но у него переизбыток эмоций тяжело парню держать все в себе да мне сегодня десять и я буду работать в кубе все потому что я в тебя верю а руки будем мыть это звучит патрик стеор что там происходило большая и маленькая какашка срали в одной кабинке и почему то это должно быть смешно как вообще выглядят их черкаши собственно работают смайлы в неком мессенджере но не сомневайтесь это только начало сколько рекламы вас ожидает в телефоне главной герой чего блин только нет от навязчивого продакт плейсмента труба сейчас просто взорвется так что это что вот глядите на этого желтого чувака он весь такой перспективный неудачник клянусь мы никогда ранее подобного не видели конечно же нет но в мессенджер если вам повезет и алекс выберет именно вас тогда ваш куб подсвечивается вас сканируют и ваше изображение попадает прямиком в сообщение алекса ах это ж под какой накуркой вы это придумали ну то есть прикиньте пришел заказ сценаристу от сони пикчерс такой о я придумал какой-то конкретный смайлик встает на панель и его каждый раз сканируют ну какой смысл им всегда выполнять одну и ту же работу ведь сканируется буквально одна и та же рожа я не знаю у меня проблемы с башкой проще говоря это одно большое гигантское третье колесо велосипед даже не так огромное третье колесо между колесами которые еще блокируют руль своими спицами и полностью ломают цепь нахрена постоянно сканировать одно и то же если в памяти телефона просто можно хранить черт поди эти смайлики и не вызывать их в одну огромную линию и тыкать в них пальцами это реально с одной стороны вроде бы идея неплохая что типа эмоджи работают что это их работа но это слишком сложно для такой простой системы я понимаю у ральфа там у них само собой все это объяснено более-менее логично что это куча автоматов подсоединенных по сути говоря через одну станцию в виде сетевого фильтра и они путешествуют между играми это еще логично но тут палец для нажатия на смайлик а ведь снаружи есть чувак который этим же пальцем только настоящим тыкает на этот смайлик зачем почему во имя чего нахрена задают вопросы для этого фильма боже забавно что вот эти вот панели напоминают то дебильное шоу россия 1 не знаю почему это как мне ответить на смс-ку эйди что ей написать ничего ничего слова отстой но серьезно я никогда не понимал этого стремления показать детей в таких вот фильмах про технологии прям тупыми но камон это это даже не смешно это не забавно это просто выглядит как какая-то издевка блин буквы отстой вот вы осознайте и переварите тот факт что мы сейчас смотрим фильм про смайлики фильм за 50 миллионов долларов о том как парень не знает какой отправить смайл девчонке разумеется ни с того ни с сего главного героя переколбасило и он все испортил не смейте трогать эту сцену на фиге это что за эмоджик такой блин что это за эмоджик черт тебя дери а я не знал что если нажать на какой-то смайлик в телефоне столько махинаций происходит как в такой коробочке помещается столько говна в общем из-за того что главный герой провалился принято решение а родителям его будет пофигу под такой вот шикарный мир с вами не так довольно жестокий параллельно мы успели подружиться с говорящей ладошкой песен пипец и они решают выбросы за пределы приложения чтобы найти хакера который перепрограммирует джина и тот перестанет быть дефективным и вот мы в невероятном пограничном мире телефона ау дай пять просто пригольно-то добро пожаловать на экскурсию воображение художника-постановщика а в твоем мозгу царит столь девственная чистота что тебе и очищать его даже не пришлось герои попали на рабочий стол а сейчас будет происходить своего рода product placement это что такое учат следить за ними они выведут нас на те дурные приложения где прячется джин слушать а к чему такая необходимость их ловить ну сбежал и сбежал и хер с ним чего ради она узнает решить герой дуба лошадь и никуда ну подумаешь его озвучивает l1 с кем не бывает пощадите интернет роли не обращай внимания да нет и вот мы находим хакершу они сбегают и попадают кэндигрэш мани 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 шалами помочь не хочешь чтобы ты знала у меня сахарная зависимость ну знаете я сначала догадывался но теперь я точно понял что ладошка меня бесит если он должен быть комическим персонажем то это крайне плохая идея привет эйди я хотел спросить а ты ну вкусно аппетитно сладко да блин я понимаешь его многие подростки застенчивая сангальца был не супер храбрым но ты слова условная девочка хочешь встретиться хочешь поговорить я до сих пор не прошел этот клише с таким супер растительным подростком который до самого конца фильма будет это вести так работает нет это это уже не работает о господи а дико извиняюсь я просто невероятно тупо извините о боже мой христа ради да что же сегодня творится ты умоляю простите я просто не знаю что такое выключить телефон тупой идиот выбирались выбирались и вот мы выбрались из рекламной интеграции попадаем сейчас мы в кэнди краш но я знаю короткий путь к приложению джаз-дэнс другую раз я умолишь больше фэр вол примет меня за другого смола да спасибо что озвучил за меня мою мысль ну вот вечно мужчины присваивают себе женские заслуги дети нахрен это было надо эта фраза не имеет никакого смысла опять же это можно было хорошо подать это можно было хорошо сделать давайте какую-то ситуацию в которой главный герой ведет себя как гавнюк по отношению к этой хакерше вопрос нахрена вставлять такие фразы которые просто не имеют под собой контексте потому что я щас буду сидеть просто вот планшете планшет разрядился ну блин чертов android вечно не все подстраивают это не имеет никакого смысла никакого черт быть и смысла такой черт эта фраза была нужна к чему это что тем временем архи унылые родители ищут сына идиота попутно залезая в youtube и возможно я придираюсь на довольно странно тут видеть реальные видосики не хватило денег перерисовать и вот мы в не раз дэнс ура теперь придется отсюда вытанцовывать не имею ничего против в душе я майкл джексон ну или его правая перчатка а я уже говорил сдохни пожалуйста а кстати если хакерша одетая получается остальные все голые что что происходит и так теперь мучен незапно женские смайлики многие тоже без одежды как ладно конечно только несколько лет назад мужчины присваивают все заслуги женщин ах ты ничего ты такой хороший господи какой это клинч ах соня и пикчерская вы же такие хорошие мультфильмы для этого делали даже сейчас уже делаете потрясающе ну как вы это могли то склепать она влюбилась а джон сделал просто дернул за руку это так работает но вот ужас оказывается наша хакерша это давно сбежавшая принцесса откуда вообще в мире эмоджи принцессы и где там тогда принц то есть там есть королевство и вот джаз дэнс удаляют чертям собачьим ладошка улетает в корзину и вот они спорят стоит ли его спасатели нет жаль твоего друга но его надо вытащить джин до друг бокса рукой подать не пойдет я не брошу до 5 ведь он мой лучший друг я просто-напросто нему лучше дрожь я всегда считала что думать надо только о себе но тогда ты всю свою жизнь проживешь в одиночестве аха верно по музыкальным волнам спотифая господи ты как так получается но это само выходит простите женщинами были только принцесса и невеста поэтому я и хочу попасть в облако и че за бред там дофига смайлов женщин ты че несешь к великому сожалению ладошку спасают а все остальные пошли к черту вы не заслуживаете спасения да да ты сдохнешь в горе мочи и бикселей вот мы отправляемся в дальнейшее путешествие знаете я тут все пытаюсь понять почему почему мне так насрать на то что происходит а все потому что герои пошли в некое облако зачем для чего вернусь в обратно ничего не изменится но в ясно сильно хотят убить опять же зачем более того герои сами заставили включить телефон из-за чего пацан хочет его отформатировать то есть формально герои сами виноваты в том что их мир под угрозой с каждым действуем персонажей все больше и больше накидывать проблем друг другу для чего это все для ничего мистер андерсон единственное эстетическое я ловлю только когда герои получают по роже лучше я останусь здесь с тобой навсегда навек вечный насовсем конечно между вами же столько всего произошло вы попрыгали по волнам музыкального приложения и ты разок дернул ее за руку ништяк тем временем парень уже пришел сервис чистить телефон сейчас тобой зачем ты это делаешь зачем благо уже все бессмысленно чёкнутая что сказать мам пап ты все тот же многолекий джин главное вспомни об этом и будь собой хода удаление подождет вы пока говорите да и вот мы понимаем насколько важно быть уникальным сила флэшбэков заставляет героя выдавить мордочку и мир спасен зацени какой смайл смотри никогда не видела такого крутого смайлика честно я вот реально вера с моим я такой вопрос просто вопрос вы серьезно вы сделали так что они так сблизились из-за просто необычного смайлика из-за того что парень открылся ей честно сказав что да ты мне нравишься не выговорившись нет он просто прислал ей сраный самарик и из этого всего и вышла вся фабула этого пипца господи 50 миллионов долларов на это 50 периодов я до сих пор с этого фильма бомбит очень бомбит ребят потому что я правда не знаю что такая студия который добыли промахи но которая сняла такие потрясающие проекты которые уверен запомнят на десятилетие сняла вот это я просто могу это поверить а он клёвый скажи о это так мило нашему поколению а ты не хочешь я с удовольствием пойду с тобой на танцы как это все связано парень отправил идиотский смайлик девчонка такая да я пойду с тобой на танцы и он такой а да все норм можно телефон не чистить тогда как все это связано ну хоть бы ленивую отмазу придумали типа ему надо номер 5 написать именно поэтому он вынул провод это уже по своей сути абсурд передумали да он конечно глючит но мне так даже нравится мораль сей басни такова быть многолеким в принципе нормально парнишка со смартфоном потерпят ну и финальные танцунки эти финальных танцах мультфильмах явно где-то в методичке прописано да не найду готов выступить в новом образе по-моему это называется биполярка и вот финальные титры где мы узнаем что мистера какашку озвучил патрик стюарт они даже отдельным титром это вывели и сэр патрик стюарт в роли говна даже чита душно и да вот такой вот получился эмоджи фильм черт возьми какое же тупое говно тупого говна это мягко у меня язык не повернется назвать эмоджи фильм худшим мультфильмом человечества я до сих пор чищу организм после гурвинника так что нет здесь есть парочка забавных шуток а еще тут есть яркая и приятная анимация а еще но на этом достоинство принципе оканчивается в остальном же это очень ленивый очень нелогичный очень вторичный и шаблонный кукол гиппопотама с невероятным и даже нагло мобилием рекламы все говня жили на такого сеть позволяли это хороший урок для соня для слишком яркое заявление но благо если только вторичен что после себя не оставляет никаких мерзотных образов и на этом спасибо привет ущет душ тоже могу сказать дорогие мои друзья мне нечем еще с вами поделиться по поводу того что вообще в этом происходит чак уже все за меня сказал у меня только это эмоции после просмотра этого фильма и воспоминания о том что там происходят